Окей, друзья, в следующем уроке в этом я хочу показать вам, как выполняется очень нужный флориш, очень нужный флориш для всех картежников. Он называется лента. Итак, как он выглядит, смотрим. Вот таким вот образом мы бернем и раскладываем карты. И потом также их собираем. К примеру, для чего это можно сделать? Когда, например, вы разложили, зритель выбрал какую-то карту одну, вы эту ленту собрали. И потом уже начинаете работать с картой зрителя. Также вы можете немножко приукрасить эту ленту. Например, вы разложили ее вот так вот на столе. Мы берем одну карту и начинаем вот так вот ленточку нашу переворачивать, вот так вот играться с ней. Могу ее покатать туда, сюда. Могу взять, например, еще одну карту. И разделить нашу ленточку вот так вот на две стопочки. Покатать отдельно каждую из этих частей. Например, потом одну снова вернуть сюда. Покатать. Подхватить эту. Покатать. И потом, например, взять и так раз, собрать ее. Вот такой вот прикольный флориш, который называется лента. Советую вам его обязательно выучить. Ну, а мы теперь перейдем и поподробнее посмотрим, как его делать. Так, ну что ж, друзья, давайте научимся этому приему, который называется лента. И посмотрим все эти нюансы, как ее выполнять. Для начала обратите внимание, как у меня расположены пальцы. Средний, безымянный и большой. Когда я раскладываю ленту, я ее не просто тяну вот так вот указательным пальцем, а я им чуть-чуть еще поднадавливаю, чтобы было такое равномерное давление, чтобы карты равномерно друг от друга оставалось равномерное расстояние между ними. То есть, как это происходит, смотрите. Я кладу колоду и пошел ее тянуть. И вот указательный палец у меня контролирует расстояние между каждой картой. То есть, он чуть-чуть слегка давит. Да, кстати, еще хочу заметить одну важную вещь. Для того, чтобы лента нормально получалась, во-первых, необходима хорошая поверхность, такая материал какой-нибудь, да, там ткань, сукно, там скатерть какая-то. Вот, потому что на лакированной поверхности, например, это не получится сделать. Потому что карты будут соскальзывать, потому что лакированная поверхность сама по себе скользкая. Нужна такая поверхность, которая не скользкая. И сами карты, они должны быть у вас желательно новые, чтобы тренировать эту ленту. Потому что со старыми картами, которые не скользят, ленту вы не сделаете. Итак, смотрим еще раз. Положили. И вот так вот надавливанием тянем и чуть-чуть вот давим указательным пальцем. Далее, к примеру, я беру карту, поддеваю с левой стороны, да, ту карту, которая у нас была нижняя в колоде. И начинаю вот так вот переворачивать. Туда-сюда могу так с этой лентой поиграться, туда-сюда ее погонять. Могу взять, например, вторую карту, разделить эту ленту так вот пополам. Так вот автономно каждую сторону погонять. Потом, например, вернуть опять эту сторону сюда. И так вот их собрать, эти карты. Так что тренируйтесь, друзья. В первую очередь вам необходимо запастись желательно новыми картами, не скользящей поверхностью, например, скатертью. И тренируйтесь вот так вот потихонечку раскладывать эти карты. Помните, помните об указательном пальце. Он слегка давит, когда мы тянем, слегка давит сверху на колоду, чтобы оставалось равномерное расстояние. Ну что же, на этом у меня, собственно, все. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Ну а мы тем временем переходим к следующему уроку.